Журналист – профессия всесторонняя. Этот день мы провели вместе с сотрудниками УФСИН. Решили узнать, как ведомсти борются с запрещенными предметами. А попыток доставить их заключенным – масса. На территории этих учреждений осужденные и лица заключенных под стражу организовывают доставку запрещенных предметов. Подводя итоги первого полугодия, в течение отчетного периода было изъято денежных средств порядка 200 тысяч, а наркотических веществ – 567 грамм, то есть порядка полукилограмма. Средств мобильной связи изъято 120 единиц, из них 107 единиц изъято при доставке. Основная масса запрещенных предметов доставляется осужденным способом перебросов в автомобильном транспорте, сами осужденные привозят с собой в места заключения и также через посылки передач. Изобретательности нарушителям дисциплины не занимать, куда они только не прячут свой ценный груз. В волосах, предметах одежды некоторые способы и вовсе шокируют. Осужденные, лица заключенных под стражу, ломая все жизненные принципы, и все нормы этики, провозят, то есть доставляют запрещенные предметы в естественных полостях. Строгому досмотру подвергаются не только осужденные, но и сотрудники учреждений. Этапов проверки вещей осужденного несколько. Сначала рентген с помощью сканера выявляются все запрещенные предметы, спрятанные в сумках. Две упаковки станков, булавка, собачки от молний, лампочка от ремня, защелка, предмет похожий на гвоздь, предмет похожий на телефон, потому что видно плату, там таки хорошо она просматривается. Так, видно вилку без окончания. Далее второй этап проверки. Эту работу выполняют только женщины, потому как она требует большой внимательности и скрупулезности. На руках сотрудницу в СИН резиновые перчатки, рядом портативный металлоискатель и видеорегистратор. Во время съемок одной из сотрудниц удалось обнаружить вшитый в одежду крохотный мобильный телефон. В результате досмотра одной из передач на сегодняшний момент был обнаружен мобильный телефон. То есть, особенно в последнее время, это у нас довольно часто, что изымаются очень маленькие, то есть портативные, техника не стоит на месте, изымаются небольшие сотовые телефоны, которые пытаются спрятать всевозможным ухищренным способом. За передачу запрещенного предмета виновному придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Если же за решетку удалось переправить особо опасную посылку, алкоголь или наркотики, то в ближайшем будущем такой посетитель сам сядет в камеру к своему знакомому. Виктор Соловьев, Сергей Бумагин, ЗАП-ТВ